Зачем нам Достоевский, мрачный писатель, так сказать? Вот вы читали, видите, молодцы. Так что вы знаете название, по крайней мере, всех романов Достоевского. И вот, значит, в противовес этому предложению сказали, что давайте тогда, если будет аэропорт Достоевского, значит, отдельные компоненты аэропорта назовем именами на название произведений Достоевского. Значит, «Общий зал ожидания, униженные и оскорбленные». Такой роман. Потом, значит, таможенные, где проходят, да? «Преступление и наказание». Вот. Потом, вип-зал, вип-зал там для особых лиц. Есть такой роман «Бесы». «Бесы» написано. И на офисе директора аэропорта «Идиот». «Идиот». Очень роман. Такое придурное, да? Ну, и, кстати, все-таки, если кто видел фильм «Идиот», может, не читали романы. Я вот честно, вот роман не прочел, а фильм смотрел с большим интересом. Там князь Мышкин играл вот этот наш замечательный. А? Нет-нет. Мирон Яковлев играл. Яковлев. Такой у него, он такой вот чудной, он весь такой вежливый, вежливый такой. Все вокруг какие-то все такие нормальные люди, которые что-то делают. Когда он сюда приходит, как будто не отмертся. И там есть сцена, когда один человек его как раз ударил по щеке. Понимаете? Он не стал ему подставлять другую сценту, другую щеку, но и не дал ему сдачи. А только, знаете, что сказал? Вот тут ударил его по щеке, ну, так думал, пусть он мне даст дачу, я ему еще раз его режу, там, и так далее. А он так раз посмотрел на него, сочувствовал. Вы знаете, вам будет очень стыдно. Видите, вот так вот. Вместо того, чтобы подставлять вторую щеку, вот за то, что он его ударил по щеке, вам будет очень стыдно. И тот так скользился и отошел, понимаете? Вот это как бы идиот идиотом, а вот он был такой, по-настоящему такой, ну, в высшей степени, так сказать, добрый день. Такой вот человечный человек, можно сказать. Но все его считали идиотом. Потому что все были нормальными. Ну, на эту тему есть еще одна шутка, когда девушка такая, ну, что-то долго, до 30 лет замуж не выходит. И он спрашивает, а что вот так вот? Ай, вы знаете, подружки, говорит она, подругам. Вот, когда мне было 19 лет, я мечтал о каком-то таком особенном женихе, об особенном. А теперь, когда мне 30 лет, я так еще и не выбрал жених, а все. Я вижу, что особенный, ну, дофига. А вот нормального ни одного нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Достоевскому, который нарисовал нам особенном щеке таким. И люди, ну, не знаю, но идиоты там очаровательные. Вот. Ну, так вот, касаясь доброты по отношению к человеку и по отношению к животу, все-таки вот эта поговорка, чем больше я люблю людей, нет, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак, это нехорошее. Потому что, знаете, она противопоставляет нашу взаимную любовь людей друг к другу, любви к животным. Что мы, любовь к людям как бы расстраивает нас, мы ее теряем от того, что мы как будто люди такие плохие. Все люди хорошие. Все люди хорошие. У меня есть один приятель, который такой скептически настроенный. Ну, что это мне, князь Мишкин? Он как-то говорил, говорил, говорит, ой, кругом одни подонки. Я ему говорю, до свидания. Я говорю, куда, куда? Кругом вас одни подонки. Я же тоже кругом вас нахожу. Зачем взять? Я не хочу быть подонком. Я пошел. Ну, ты нет, ну, кроме вас. Это вы каждому будете говорить, что кроме него с тем кто-то говорится? Нельзя так говорить просто вообще. Кругом одни хорошие люди. Если у них есть кто-то не очень хороший, мы, если убедимся в этом, из-за его поступка, чего-то, мы можем сказать, ну, вот не все. Понимаете, вот пока я вас вижу, все хорошие люди. Тем более все любители животных. Аплодисменты. 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 То есть, подавляюще всего хорошие люди. И вот поэтому я, это в каком-то уже из следующих интервью я сказал, что вот эта поговорка мне очень не нравится. Я говорю, чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю людей. И к животным это никакого отношения не имеет. Сравнивать нельзя. И когда какой-нибудь пьяница, который сидит дома, у него дома собака, который предан ему до бесконечности, да, он приходит домой, и собака бросается к нему, там, видишь, там, лицо и руки, так, очень рада. А уже жены нет, она с детьми ушла, потому что, ну, пьет мужик, да, беспоработно. И вот он сидит, выпивает вообще, наверное, и с своей собакой разговаривает. Вот ты одна, кто меня по-настоящему понимает, кто меня любит по-настоящему. Да не по-настоящему она его любит, она ее любит преданно, по-собачьему, понимаете. Он будет кто угодно, она все будет его любить, так? А когда к нему заходит друг, сосед, и говорит, ну, что ж ты пьешь-то? Забирает к нему бутылку, хватит пить, будь человеком, понимаешь? Вот это друг, который уже по-человечески старается его удержать от такого морального падения, превратится в пьяница. А у него уже и жена ушла, детей забрала, сидит один и думает, что собака его любит больше, чем любит. Она его любит преданно, по-собачьему.